Родители очень часто сталкиваются с такой проблемой, как детские страхи. Сразу же возникает вопрос, что с ними делать, как с ними бороться, как с ними справляться. Но дело в том, что страхи, с ними не надо бороться, с ними надо подружиться, потому что страх это изначально базовое чувство человека, который защищает его по жизни. Чувства просто взрослые уже научились с ними жить, они ими помогают, на самом деле, этот страх. Страх пойти в темный лес ночью, страх прыгнуть в пропасти, страх залезть в какое-то небезопасное место. Мы просто не осознаем, что это все не позволяет нам делать страх. А ребенок, он не знает, что такое страх, и он сталкивается, приходя в эту жизнь, со многими неизвестными вещами, и он учится с ними взаимодействовать. Еще одна причина возникновения страхов у детей – это их высокая эмоциональная восприимчивость и богатая фантазия, когда в какой-то довольно обыденной ситуации ребенок может что-то увидеть страшное для себя, и возникает в конце тоже страх. Какая бы причина ни была у страха, что нельзя делать ни в коем случае – это отрицать страх ребенка и говорить ему слова «не бойся», «бояться нечего». Этими словами вы режете, вы отделяете, ставите между собой ребенком стену такую непреодолимую, непонимание, вы не признаете его чувств, его глубины страха. Для него это настолько масштабно, настолько внутри человека, даже взрослому, скажу, у взрослых людей есть фобии, которые лечатся годами. И сколько бы взрослому человеку не говорили «не бойся», у него это только усугубляется ситуация. А у ребенка это в сто крат масштабнее и глобально, и он не может от одного вашего слова перестать бояться. А этими словами, когда «не бойся», вы не признаете его страхов, и вы, получается, вы не находитесь с ним по одной стороне, вы не на его стороне. Вы не можете его поддержать, вы не можете его защитить, потому что вы его не признаете. Его и его чувств, с которыми он живет, с которыми он сталкивается. Я вас прошу не говорить ребенку «тут нечего бояться», «ты уже не маленький», «ты еще что-то там». Именно призывы «не бояться», они настолько, мало того, что они неэффективны, они усугубляют страх. По той причине, что я сказала, что вы оказываетесь отрицать, вы оставите эту стену непонимания между собой. Очень хорошо сказать ребенку, что «да, я понимаю, что ты боишься», «я понимаю твои чувства». Не думайте, что этим вы оправдаете его. Родители боятся это сказать, потому что они думают, что они оправдают, утвердят ребенка в его уверенности, что он правильно боится. И вот, когда мы говорим ребенку, что «да, мы понимаем его чувства, его страх», мы просто признаем его. Если рассмотреть ситуацию, то ребенок боится чего-то. Если глянуть с точки зрения глазами ребенка, он боится чего-то. Он боится очень, он настолько масштабно это. И что ему надо в этот момент? Ему нужна поддержка, ему нужна какая-то опора. Он представляет себе какие-то картинки ужасные и страшные, и что он хочет, чтобы в этот момент кто-то мог прийти ему на помощь. И когда родитель говорит, что он понимает его страх, то ребенок в этот момент понимает, что «да, родитель может прийти мне на помощь». Уже раз, кривая страха в этот момент падает. Потом второй шаг, вернувшись к страхам родительским, мы можем озвучить очень хорошо, когда родитель озвучивает ребенку свои страхи. Свои страхи он может рассказать, что «ты знаешь, я в детстве боялся тоже, я боялся темноты, я боялся собак, я боялся оставаться в самом доме». У каждого родителя своя история, там кто-то в громах, кто-то еще чего-то боится, полков. «Да, я боялся, а вот я вырос, и теперь я вот с этим справился». И ты тоже научишься с этим справляться. Мы вместе научимся с этим справляться. Сказать ребенку, что, тоже рассказать ребенку то, что он боится, это неплохо, потому что рассказать ему, что страх нас защищает, это тоже такая вот палочка-выручалочка в этом вопросе. Ребенок должен понимать, что страх – это не враг, не какой-то ужас. Но научить уже с малых лет, научить его ограничивать какие-то безосновательные страхи и страхи, которые помогают нам. Хороший момент еще, значит, сказать о своих страхах по отношению к ребенку. Вы можете сказать, что я, как мама, папа, я боюсь, что ты заболеешь, я боюсь озвучить все, что вы боитесь. И поэтому из-за того, что я очень люблю тебя, я хочу, чтобы с тобой было все хорошо, и у меня тоже есть страхи, которые, и опять же, они мне помогают заботиться о тебе. Это тоже, как бы, в ту копилку, что страх помогает нам. Потом у нас есть еще такая терапия по поводу страхов. Это рисование страхов с ребенком. Ну, я думаю, многие родители знают этот вопрос. Когда ребенок прорисовывает страх, он озвучивает, он его визуализирует. Они с родителями, с мамой там очень часто обыгрывают, какие-то добавляют элементы. Потом, как бы, страх может трансформировать в какое-то смешное существо. Если ребенок боится звуков, то хорошо с ребенком взять такую копилку звуков. Это, значит, ходить и прислушиваться дома. Вот смотрите, когда ребенок остается один в тишине, он начинает слышать какие-то непонятные звуки. Это что-то щелкнуло, что-то тресло, что-то заторгтело. И в этом случае очень хорошо, когда мама на протяжении дня, на улице, дома, она вот фиксирует ребенка на вот этих каких-то звуках, там что-то зашумело. О, это сосед там включил музыку за стеной. Это включилась стиральная машинка. Это там что-то щелкнуло. Нам кажется, что мы в тишине. Нас сопровождают такие бытовые мелкие звуки, которые мы не обращаем внимания. И тоже, опять же, можно с ними поработать таким образом. Потом есть очень хороший прием, когда вы озвучиваете, проигрываете, спрашиваете ребенка, чего он боится. Он рассказывает вам, что он боится какого-то чудовища. А давай как бы его представим. Давай пригласим к себе в гости. Я вот буду с тобой здесь рядом сидеть, чтобы тебе не было страшно. Мы его пригласим к себе. Он описывает, чтобы ребенок описал этого чудовища. Вот давай вот он пришел, я тебя защищаю. Мы как бы можем представить какую-то стену, например, между собой чудовищем, такую образную. У детей очень хорошо развита фантазия. Вот они как бы представляют. Вот мы сейчас огородимся этой стеной, мы в безопасности. Давай на него посмотрим. Расскажи, какую. Потом они рассказывают, а что хочет это чудовище. Ребенок может сказать там очень страшные вещи. Он хочет съесть меня, он хочет там убить меня, еще затянуть меня. И вот когда вот он озвучивает, говорит, а что он хочет? Если он хочет съесть, значит он голодный. А давай его покормим, чего бы ему хотелось. И вот играть в такую игру. Значит мы даем чудовище, чего он хочет. Он хочет меня забрать. Значит чудовище скучно. А давай придумаем ему друга. И вот идя на поводу у ребенка, его фантазии, уже отключать свою. И вот как бы переводя, постараться научиться, подружиться вместе с ребенком с этим его чудовищем внутренним страхом. Еще один вопрос, как ребенку самому засыпать у себя в комнате. Как ему оставаться, как засыпать. Здесь те же рекомендации, потому что признать ребенка, признать его чувства, что он боится, обустроить комнату каким-то ночничком, не закрывать двери. Если ребенок нормально воспринимается, спать с закрытыми дверями, то не надо как бы пугать, а будет двое откроет двери. Он спит, он закрылся, это замечательно. Но если у него возникает дискомфорт по поводу темноты, оставьте маленький свет. Если он не воспринимает закрытые двери, то не закрывайте насильно двери и не оставляйте его один на один с этими чувствами. Скажите ему, что вы будете рядом, что вы будете в соседней комнате, что вы будете его слушать, что вы будете прислушиваться к нему в порядке. Если он хочет, вы будете слышать и в любой момент. Если ему что-то захочется и понадобится, то вы будете рядом, вы его услышите всегда. У нас с младшим сыном есть такая как бы пословица, фраза «палочка-выручалочка». Ребенок кричит «Мама, я тебя люблю!» И я отвечаю в этот момент «Сыночек, я тебя люблю!». И он таким образом, это, во-первых, очень такая хорошая, емкая фраза, он ей устанавливает контакт, что с ним на связи, что кто-то рядом есть в его зоне досягаемости. И второе – это то, что я тебя люблю. Это, конечно, такая таблетка любви, которой никогда не бывает много. И вот тут, когда он несколько раз, пока он заснет, он эту фразу проговаривает, он ее проговаривает, с ним есть кто-то рядом, кто его слышит, он успокаивается, у него уровень стресса падает, ему легче заснуть таким образом. Вы можете придумать какую-то свою фразу, предложить ее ребенку, чтобы он знал, что вы с ним в единой системе. Тут не попасться, конечно, на ловушку ребенку, когда он начнет манипулировать, это по 10 раз проситься в туалет, просить водички или еще что-то, чтобы оттянуть процесс засыпания. В основном дети его оттягивают, когда не могут успокоиться, когда именно уровень страха и стресса не дает им лечь и заснуть, расслабиться. Поэтому есть такая тактика этой фразы контакта. И еще напоследок хочу сказать, что страхи, это страх ребенка нельзя взять, как в тетради корректором. Какая-то терапия, которая возьмет и вытерет его начисто из его жизни. Просто надо научиться, запастись терпениями, научиться справляться с этими страхами, но это довольно, как бы не очень быстрый процесс. Всего хорошего!